Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России вынудили российские власти принимать экстренные меры. Правительство ввело временный запрет на экспорт бензина. Он будет действовать с 1 марта по 1 сентября текущего года. Запрет не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, а также Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. По словам источников, правительство решило увеличить норматив продаж дизеля на бирже с 12,5 до 16%. С начала года Украина атаковала беспилотниками как минимум 9 нефтегазовых объектов России, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива на 23%. Об этом сообщала Минэнерго-РФ. Там объяснили, что сокращение экспорта стало результатом якобы внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок. В ночь на 15 февраля в Курской области горела нефтебаза «Полевая». Тогда губернатор области Старовойц заявил об атаке беспилотника. Российские телеграм-каналы сообщали, что вспыхнул резервуар, который рассчитан на 100 тонн топлива. Ранее также горели и другие российские НПЗ, такие как Ильский и Афибский в Краснодарском крае, а также нефтеперерабатывающий завод в Туапсе и морской терминал в Усть-Луге. НПЗ важны для остальной экономики и для ведения войны. Автомобили и грузовики, трактора и комбайны, танки и корабли, гражданские и военные самолеты надо заправлять бензином, дистопливом и керосином, а не сырой нефтью. Сергей Вакуленко – научный сотрудник фонда «Корнеги» за Международный мир из публикации на сайте фонда «Корнеги». Очень часто попадало в установки первичной переработки нефти. Нет первичной переработки нефти, нет дальнейшей работы в этом направлении. Эти установки не подсанкционные. Они стоят кучу денег, их не так просто восстановить. После аварий на российских НПЗ Россия уже потеряла миллион тонн экспорта нефтепродуктов, отмечает агентство Reuters. Кремль сокращает экспорт бензина на 37%, а дистоплива на 23%. Российские власти объясняют, что пришли к такому решению из-за неплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Экспорт через Балтийское море снизился на 14%, к 2024 году до 5,6 миллиона тонн. Через Арктику на 11% до 184 тысяч тонн. Через Черное и Азовское море на 6% до 4,3 миллиона тонн. Чтобы компенсировать выпадающие объемы, нефтяники резко на 24% увеличили нагрузку дальневосточных портов. Но их мощности невелики. В январе оттуда на экспорт ушло лишь 666 тысяч тонн нефтепродуктов. Из публикации издания The Moscow Times. Из открытых источников известно, что с начала 2024 года около 10 российских НПЗ подверглись атакам беспилотников. Эксперты отмечают, что помимо заводов, потери вследствие таких инцидентов также несут и российские войска, поскольку затрудняется их снабжение. Помимо НПЗ в России горят и другие производства. Так в ночь на 17 февраля в Ижевске вспыхнул пожар в торговом центре. Его, как сообщает российский телеграм-канал Астра, ранее отдали под производство БПОА. Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных стран для войны в Украину. Президент Франции сообщил, что эту возможность европейские лидеры обсуждали на неформальном саммите в Париже. Кроме того, Макрон объявил, что по итогам встречи создали новую коалицию, которая будет поставлять Украине ракеты и боеприпасы большой дальности. В понедельник вечером в Париже собрались около 20 западных лидеров, и они совещались около 6 часов. Анонсируя эту встречу, Эммануэль Макрон сказал, что пришло время согласовать новый план действий, чтобы не позволить России победить в Украине. Ну и самим также подготовиться к возможному нападению Путина на европейские страны через несколько лет, сказал Макрон. Что касается введения войск, то первым об этом сказал словацкий премьер Роберт Фитца, еще отправляясь на эту встречу. Он заявил, что ряд стран, членов НАТО и Евросоюза рассматривает возможность отправить свои войска в Украину на двухсторонней основе. Он не уточнил, кто именно, но заверил, что Словакия этого делать не будет. Премьер-министр Чехи на вопрос журналистов во время прибытия на встречу ответил, что у его страны тоже нет таких планов. Ну а немецкий канцлер Олаф Шольц написал в соцсети X, что даже крылатые ракеты Таурус не будет поставлять Украине, чтобы не стать стороной войны ни прямо, ни коственно. И этим принципом он руководствуется во всех своих решениях. Ранее я напомню, что генсек НАТО неоднократно повторял, что страны НАТО не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, так как это будет означать начало, собственно, глобальной уже войны. Но когда после вот этого вот саммита, заседания, журналисты спросили у Макрона, обсуждалась ли возможность введения европейских войск в Украину, он подтвердил, что да и что эта опция не исключена. Все обсуждалось свободно и прямо. Сегодня не было достигнуто консенсуса относительно отправки войск официальным, предполагаемым и одобренным способом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Украина бомб и также оружие средней и большой дальности. Но еще сфокусировались на краткосрочных нуждах Украины в боеприпасах. Нидерландский пример Марк Рюте, покидая Елисейский дворец, сказал, что достигли конкретных договоренностей в этом вопросе. Снаряды будут усиленно искать также в странах за пределами Евросоюза. Лидерство в этом вопросе на себя взяла Чехия. Нидерланды пообещали тоже подключиться. Но на вопрос о введении войск Рюте ответил, что это не было главным фокусом этих переговоров. А ФИСа же, уходя, подтвердил, что были страны, готовые отправить войска. Так же были и те, кто сказал, что никогда этого не сделают. Участники войны в Украине пришли на встречу со студентами в Томский университет. Промывать мозги будущим педагогам позвали четверых военных. Они рассказали студентам, что у них не было никаких сомнений, прежде чем отправиться на фронт. Это якобы было заложено в них с детства. Среди вернувшихся с войны оказался бывший заключенный. Дмитрий Денисюк в конце 1922 года был осужден на пять лет за то, что порезался бутыльника ножом во время пьянки. На суде он утверждал, что это была самооборона. Ранее Денисюк был уже судим за разбой и угрозу убийством. В Кемеровской области суд постановил взыскать 4 миллиона рублей с убийцы Веры Пехтелевой. Напомню, что громкое убийство студентки произошло в 2020 году. Убийца Владислав Канюс был осужден на 17 лет колонии, но в прошлом году был помилован Путиным, поехал на войну, а затем вернулся в родной город. Отец Веры Пехтелевой говорил, что Канюса освободили от выплаты компенсации семье погибшей, но семья обжаловала это решение. В то же время вдовы участников войны из Рязани пожаловались на дороговизну памятников. По их словам, памятники для погибших в Украине стоят до 80 тысяч, хотя обычные чуть ли не в несколько раз дешевле.